Привет, ты на канале Экипаж Ветра. Сейчас ты увидишь, как мы на штандарте вставали на якорь и снимались с него. Я, значит, спокойно дремал и во сне услышал жуткие звуки на палубе, прямо над моей шконкой по правому борту. Чё за дела? Поднимаюсь и вхожу внаружи. Оказалось, что в темноте вахтофок огорохочет по палубе лёкорной цепью, раскладывая её ровными витками. Это нужно, чтобы она наверняка не запуталась при отдаче якоря. Ну, а мы ему тут поелозили немножко цепи по голове. Вот он встал, наверное. Да-да, хороший будильник. А, точно. Давай, дальше. Сказать, что это внизу хорошо слышно, я ничего не скажу. Я тут застал эту операцию всего лишь 4 или 5 раз, но мне хватило. Я не любитель сады маза. Хотя можно, конечно, если изредка и недолго. Сейчас покажу тебе всё наглядно, но у меня нет всего процесса, записанного от и до. Так что не надо путаться, если на видео будет то день, то ночь. Доставать обратно не очень удобно. Будете поднимать, не будите. Корабль оборудован 100 метровой тяжеленной железной цепью, к которой привязан ещё и якорный канат. На штандарте нет какого-либо якорного рундука, как, например, на яхтах. Тут якорное хозяйство прямо под баком. Катя, ты что ли? Да. Ты-то что не спишь? Ты просто не варишься. Сколько метров отдавать будем? Ядра катают по палубе, пушечные. Ты спала? Я спала. Теперь лишний раз по цепи и по канату лучше не ходить. На всякий случай. Подходим к якорной стоянке. Самое время начинать готовить якорь. На штандарте учат в походном положении надёжно привязывать якорь к борту специальными верёвками. Халатность тут недопустима, и всё делается строго по инструкциям. Якорь закреплён в нескольких точках, поэтому и развязывать узлы теперь приходится долго. Якорь крайне важная штуковина. Не зря он является символом моряков. Относиться нужно к нему серьёзно. Плохо закреплённый якорь мог бы наделать неприятностей. Когда на штандарте это рассказывают профессиональные моряки, кажется, что они преувеличивают и пугают нас. Но подтверждение их словам я наглядно увидел дома, почти сразу после того, как списался на берег. Отдыхая на диване и скучая по морю, я смотрел видео канадского ютуб-мореплавателя, который перед перегоном чужой яхты не подготовил её и не закрепил якорь. На волнах тот, конечно, частично отдался и стал бить по корпусу лодки и нарушил баланс судна, отчего автопилот перестал справляться с удержанием курса и сломался. Перегонщик на яхте был один и в штормовую погоду очень долго не решался пойти и проверить, что случилось с яхтой. В итоге подал сигнал бедствия, активировав аварийный спутниковый буй. Прилетевший утром вертолёт спасателей сообщил ему, что у него на борту просто болтается якорь. После закрепления якоря лодка вновь стала управляемая и он добрался до Бермудских островов. На этот раз слава богам пронесло. Очень радует, что в наше время спасательные службы на море работают хорошо. Кто не видел, обязательно рекомендую посмотреть моё видео по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. Там на палубу штандарта в рамках учений с вертолёта высаживаются бельгийские спасатели. Кипичное зрелище. Пока я рассказывал эту морскую историю, ребята готовили якорь. Я понимаю, что ночью толком не видно, что происходит, поэтому переснял подготовку якоря днём. Телепортируемся. Не буду использовать мало кому понятные термины типа «руслиня», «гака», «рыма», «крамбола», «найтова». Опишу, что происходит с сухопутными словами. Якорь нужно отвязать от борта, после чего он останется висеть на крюке подъёмного механизма, установленного на балке, торчащей с корпуса корабля. Крутой герой должен вывеситься за бортом с помощью альпинистской обвязки. На волне там работать не очень комфортно. У якоря есть длинный шток, который нужно остановить в рабочее положение, чтобы якорь лёг на дно правильно. Шток фиксируется стопором, чтобы не вылетел обратно от удара дно. Дима снимает лишние верёвки с якоря. К якорному кольцу крепится верёвка и заводится, закладывается за обычную утку. Снимаем крюк подъёмного механизма. Когда поступит команда отдать якорь, верёвку просто скидывают с утки и якорь идёт на дно. Вуаля! Пошли обратно в ночь. Посмотрим, что происходит на палубе в момент отдачи якоря. Отдаём якорь! Отдаём якорь! Отдаём якорь! Якорь шмякнулся во французский ив. Теперь нужно стравить пять глубин и дождаться, пока цепь натянется. Закладываем якорь на канат за большую утку. Заложен! По международным правилам предупреждения о столкновении судов, на носу корабля нужно разместить специальные знаки. Чёрный шар днём и белый круговой огонь ночью. Удостоверяемся, что якорь держит и начинаем нести якорные вахты. Якорный канат должен идти не наверх, а вдоль грунта. Только тогда он будет держать. Плюс вес якорной цепи тоже имеет значение. Он тоже держит. На больших проходах минимум три глубины посчитается. С лёгкими яхтенными цепями минимум пять глубин. То есть, если глубина 10 метров, то отдавать нужно минимум 50 метров цепи, чтобы быть уверенным, что якорь недослаждается. Мы для надёжности сделали в два раза больше. У нас якорь лёгкий для нашего веса, поэтому нам важно выдать, чем больше, тем больше. Иначе придётся в среди ночи якорю поднимать и перезакладывать его ещё раз в третий метр. Вместо не очень хороших, утром ветер сменится и будет, как же мы прижимаем к берегу как раз. Пока ещё ничего ещё. Дальше у нас начинается якорная вахта. Соответственно, вчера стояли у нас... Третий, четвёртый, пятый, да. Сегодня, соответственно, шестой, седьмой. Два часа осталось у нас вахта. Ну, там, с копейками, да, это неважно. Шестой, седьмой. Вот. Шелфлажок – это то место, приблизительно, где у нас находится якорь. Понятное дело, что он вокруг вот этой вот точки, на вот этом канате. У него есть определённая окружность, по которой он может вращаться вокруг, да. Вот. А он, получается, растянет. Соответственно, сейчас мы какое-то время ещё будем ползти, у нас будет растягиваться цепь и так далее. Но потом, в какой-то момент, мы её растянем по максимуму, и дальше корабль нахожусь идёт. Ну, по-другому, мы сейчас сносимся вот по такой вот дуге. У нас есть лёгкий ветерок, и ветром корабль будет постоянно сносить. Вот. То есть, предположим, что у нас ветер. Куда начнёт сносить? У нас спину. У нас спину. А, цепь я растыл. Вот здесь вот у нас ветер, соответственно, ветром через какое-то время нас начнёт сюда вот разворачивать. Мы начнём рисовать окружность. У нас правый борт сейчас наветренный, в него дует ветер. Соответственно, нас сначала начнут сюда сносить, потом мы левый борт ветру подставим, и сопротивление корабля вырастет настолько, что для движения оттормозится, и корабль начинает нести обратно. И вот мы вот так вот по дуге будем ходить туда-сюда, туда-сюда, пока не сменится течение. Когда сменится течение, нас развернёт в другую сторону. Иными словами, как только мы увидим вот эту вот окружность, мы понимаем, что если мы начинаем заметно выползать за пределы вот этого круга, у нас, возможно, ползёт якость, потому что у нас фиксированная длина цепи, и она не может увеличиваться. Если мы куда-то туда поехали, значит, у нас якость, скорее всего, пополз. И это основание для того, чтобы разбудить. Сначала вахтиного офицера, если что, разбудить капитана. Причём немедленно. Причём немедленно, и даже если вдруг он на самом деле не пополз, никто никогда ничего по этому поводу не будет высказывать, никаких недовольств. Потому что лучше перебдить. Ну вот сейчас мы пока ещё едем, у нас цепь вытягивается. То есть она быть должна не больше сотки получается. Какой сотки? Сто метров я бы выучить. Ну, примерно. Ну, вот как-то так. Если она стала больше сотки, то... Ну, сотка-то без глубины, без учёта глубины. Визуально вы увидите... Какая разница? И тут нужно по направлению движения корабля оценивать. По цифрам там возможны всякие разные варианты. Но это визуально будет очень хорошо видно. Сейчас мы цепь растянем. И это у нас сильного течения нет, сильного ветра нет. Нагрузка на цепь небольшая. Соответственно, она частично лежит на грунте. Если мы дадим нагрузку на якорь, да, это вот конец, у нас цепь начнёт подниматься и вытягиваться. И мы вот начнём ехать. Якорь у нас не ползёт, а вот цепь она поднялась и растянулась. То есть, возможно, вот такой вот вариант. Но опять-таки, если мы начинаем за пределы окружности выезжать, который мы сейчас начнём чепчут, тогда это повод уже поднять кого-то. Можно вопрос, чтобы вырулил что-нибудь поможет здесь? А почему это рулил? Ну, он поехал, но и остановился. Он, скорее всего, не остановится. Если он потащил якорь, он, скорее всего, уже не остановится. Потому что ему нужен момент, когда якорь влёк и зацепился. А когда он постоянно в движении, вот он так и будет. Его тащить. Как ты оцениваешь шансы на то, что он поползёт при таких погодных условиях? Минимальные. Но бахта должна. Вот как-то так ползать. То есть, соответственно, любое движение сюда к якорю, это нормально абсолютно. Через какое-то время у нас сменится течение, и мы неизбежно ползём сюда к якорю, и потом выйдем сюда на другую сторону, начнём окружность и чертить. И вообще, до сегодняшнего момента, что вот эти все в городах, которые во всех приморских городах, лежат такие в центре города якоря, возле которых все фотографируются, я считал, что это сувенирные какие-то, ну, просто такой, как-либо, акрилыч, арт-объект. Колечко есть. Я не думал, что никакой здоровенной херни этот якорь. Нидразийский якорь, он, в принципе, держит хорошо. Практически в любых условиях, кроме на песке. Вот на песке он держит плохо. И как только начинает раздувать, мы начинаем ехать. Здесь, скорее всего, или стыдно. Ну, и веками. А якорь из крома не дало? Ну, просто чугун. Сами отливают? Нет. Они такие поддаются. У нас на якоре по левому борту, он раньше был красного цвета, и на нем было написано Made in Korea. Красный. Потом покрасили черный. Погодка, конечно, сегодня говно. Вчера было замечательно. Солнечно. В море дадал хороший ветерочек. Сейчас торчим здесь на якоре. Я на два часа уже несу якорную вахту. Корабль чуть-чуть ходит вправо-влево. Основная проблема человека, несущего якорную вахту, это то, что зарядка в телефонах быстро заканчивается. Кстати, в современных телефонах есть приложение «Якорные сторожи». С помощью GPS они следят за кораблем, и если он выходит из определенного круга, подают сигнал. Также следить за тем, что якорь не ползет, можно с помощью радара или карт-плотера. На море безопасность превыше всего, поэтому на штандарте используют современные блага цивилизации. Но вот поднимать якорь приходится только по старинке. Давай посмотрим, как это делается. Я назначил Настю оператором, а сам работал на вымбовке. Я маленько покручу, потом отдам, и так, просто мне просто открою, интересно так. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Берите перчатки кто-нибудь. Сначала мы... И ходить вокруг шпиля, выбирая цепь на шпиль. Соответственно, основная масса народу будет упираться в вымбовке, наматывать цепь на барабан. А два человека в перчатках обязательно здесь должны будут руками эту цепь с барабана наоборот сматывать. Тоже важная задача. Здесь цепь нужно, во-первых, держать максимально низко, чтобы те, кто ходит вокруг шпиля, могли через нее перешагнуть. И под небольшим натяжением ее все время с барабана вот так вот забирать. Ну, и вот здесь назад чуть-чуть откидывать. Дальше, кто это будет делать? Я. Хорошо, в перчатках, отлично. И еще кто-нибудь в помощь, чтобы вдвоем... Да, хорошо, вот давайте вдвоем. Ну, не важно. Дальше, смотрите, с вымбовками. Очень важно, как правильно... Я за бюрочку не спал. Как правильно работать с вымбовками. Во-первых, их нужно обязательно правильно вставлять. Смотрите, у них есть плоская сторона, и есть сторона скошенная. Вот вымбовку вставляем обязательно плоской стороной вверх. И вставляем до конца. Если мы вставили не до конца, ее нагрузили, то мы не пройдем мимо трапа. Вот как раз вот с чем столкнулись. Хорошо. Второй момент. Обязательно вымбовки вставляем все вместе по команде. Дается команда вымбовки вставить, и только после этого одновременно вставляются все вымбовки. Когда звучит команда вымбовки убрать, все вымбовки одновременно убираются. Почему это важно? У нас, конечно, есть здесь стопора, то есть в обратную сторону шпиль раскручиваться не должен. Но если, не дай бог, будет ревок такой силы, что стопора не удержат, шпиль начнет раскручиваться, если в этот раз вымбовки будут вставлены, то они разлетятся и побивают всех, кто стоит вокруг шпиля. Поэтому либо мы все вместе вставляем вымбовки и даем на них сразу нагрузочку, то есть упираемся, то есть шпиль резко назад раскручиваться не сможет, потому что 12 человек вымбовки держат. Соответственно, когда мы передали нагрузку на стопора и хотим перестать вращать шпиль, то есть перестать нагружать, давить на вымбовки, мы вместе в вымбовке убираем. И последний момент, когда мы все по команде, сейчас работаем единой командой, работаем очень дружно, слушая команду офицера, который в процессе руководит. И последний момент, в какие-то моменты цепь будет идти тяжело, в какие-то моменты она может идти легко и быстро, но даже если цепь в какой-то момент пошла легко, мы не должны бежать вокруг шпиля. Это травмоопасно. То есть нагрузка падает, а мы привыкли толкать сильно, и мы начинаем разгоняться, бежать. Это делать ни в коем случае нельзя. Кто-то спотыкается, а цепь падает, его тут же накрывает летящей сверху вымбовкой, поэтому не торопимся, идем вокруг шпиля медленно, не спеша, даже если можем идти быстрее, все равно не разгоняемся. Договорились? Да. Хорошо. Давайте разбираем вымывки. Кавитан, мы сразу на шпиль берем, да? Сейчас еще. Или сначала руками пробуем? Сразу на шпиль. Да, принято. Все, достаточно. Спасибо. Без вымывок подходим здесь пока к тросу, готовься убирать его руками. Ничего пока не договорились. Телефон, ребят, всем, наверное, придется убрать, но сейчас почти все будут заняты, собственно, процессом. В тапочках нельзя, обязательно всем нужно переобуться. Обуть нормальную обувь, с задниками и с закрытыми носками. Мокрые. Ну, ничего страшного. На 15 минут можно надеть мокрые, потом опять оденете тапочки. Лучше походить мокрым, чем пальцы повредить. Ну, давайте, пока ребята переодеваются, остальные, у кого нет вымывок, подходим, берем в руки канат. Ну, давайте, ребят, дружнее. Подходим, разбираем канат в руки. Начинаем? Пока не тянем, пока не тянем. Готовимся, но пока не тянем. Я в тебе верю. Медленно, ребят, медленно, медленно, медленно. Медленно, медленно, не разгоняйте. Потихонечку, истяк, и не умирайте. Окей. Хорошо, теперь в полную силу. Повисли, ребят. Тянем потихонечку. Тянем. Ой, пошла ты. Раз, два, три Раз, два, три Все вместе, подходим с разных сторон Потихонечку тянем, тянем, потихонечку Тянем за камят Раз, 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 все, ты так же что сделал? Да, да, да. Прикольно. Там 70 метров осталось. Ура! 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 Раз, два, три. Стоп, стоп, временно. Давайте, идем потихоньку. Не совершенно. Стоп, стоп. О, слушайте вы что. Окей, идем понемногу. Идем по чуть-чуть. Можно по два человека на вымывку. Подходим, по два человека на вымывку. Встаем. Ура! 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 На этом этапе плавания мы бросали якорь два или три раза. Конкретно эти кадры относятся к самому первому разу, когда капитан помогал над двигателями. Поэтому было не особо трудно. Но мысли, которые я сейчас озвучил, пришли ко мне в другой, дождливый день. В тот день мы поднимали якорь по-честному, без моторов. Все как триста лет назад. Насквозь мокрый от пота и дождя я шагал вперед, толкая вымывку и с каждым шагом перечислял все свои умения и достоинства. Пришло осознание того, что тут от них нет толку. У них движок есть, электрический. Не торопитесь. Главное, парни, мы поняли, включайте лебедку. Все, мы уже поняли, как это было, триста лет назад. Ребят, тяните чуть-чуть сильнее, чуть сильнее тянем цепь. Хорошо, вот так. Совершенно неважно, кто ты и чего достиг. В одной упряжке тащили якорь и нюхали пот друг друга директор фирмы, профессиональный моряк, инфобизнесмен, главный ветврач и другие. Тут важна лишь крепость мышц и воли, чтобы продолжать толкать вымывку вперед. Задача вытянуть все 100 метров тяжеленной цепи, и мы обязаны это сделать, раз мы подписались быть матросами. С каждым пройденным кругом я все больше понимал, что моя любовь к этому кораблю болезненна. Те минуты мне казалось, что я не часть команды, не часть большой семьи штандарта. Казалось, что я раб корабля. Возможно, каждому кораблю нужны рабы. На галерии их требовалось 100. Современному высокотехнологичному ковчегу апокалипсиса достаточно одного сили били. А вот штандарту нужно минимум 8 человек, и я один из них. Хотя, наверное, все-таки нет. Труд, конечно, тяжелый и неблагодарный, но какие мы рабы. Мы же подписались тянуть эту лямку добровольно и знали правила заранее. А если не знал, куда идешь или что-то не устраивает, сходи в первом же порту. Все предельно просто, честно и справедливо. «Стоп! Стоп! 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 Чуть назад до стопоров! Стоп! Чуть назад! Идём вперёд! Аккуратно идём вперёд! Стоп! Вымыбки убрать! Стоп! Аккуратно, аккуратно до стопоров назад! Хорошо! Идём вперёд! Со стороны может показаться, ну что тут такого, немного тяжелого физического труда и снова наслаждайся сейлингом. Но я в своей голове начал тогда взвешивать плюсы и минусы моей службы здесь. Зачем я вообще сюда пришел на самом деле? Капитану я сказал, что пришел снять фильм для своего будущего ютуб-канала. Митя сказал, что лечу участвовать в предстоящем ремонте в Лярошеле. Сибирь, окажется, внушал, что основная цель это получить опыт. КТ я заявил, что нужно разведать, какие лодки стоят на продаже в этих портах и оценить интересность маршрута по тому региону. На самом деле все это правда, но покопавшись в Сибирь, я понял, что все-таки моя главная цель это убежать от береговой жизни и просто путешествовать. Чтобы это стало возможным, выбирай цепь, хватит скулить и будь любезен тащить этот чертов якорь, матрос Федор. Сказал я себе и навалился на вымбовку с двойной силой. Внутри засел вопрос, ну почему тут нет электрической якорной лебедки? Мало места? Неправда, хватит. Она тяжелая? Не верю, что ей нельзя было вписать проект. Она дорогая? Да нет, даже если десяток тысяч евро по сравнению со стоимостью корабля, это ерунда. Реально получается садомазохизм какой-то. В тот момент не только я так думал. Когда все матросы, конечно, шли вперед, но бубнили, недоумевали. Неужели нельзя было ребятку припрятать? Ну как так? Тут ведь есть двигатели, современные навигационные системы. Подумав над этим, я пришел к выводу, что может быть вот так ручками оно на самом деле-то и лучше. До того, как стать матросом-волонтером на штандарте, я был специалистом по пусконаладке современных автоматических деревообрабатывающих линий и по оптимизации технологических процессов на производстве. У меня в голове был стереотип, что ручной труд это пережиток, и человек обязан лишь следить за тем, чтобы созданные им машины правильно работали за него. Я тогда мечтал о нафаршированной современными системами лодки. Но прочувствовав штандарт, испытав им себя по полной, за несколько месяцев тяжелого, добровольного, неоплачиваемого ручного труда по поднятию якоря, по поднятию и спуску шлюпки, по укатыванию парусов, я просветлился и, кроме прочего, осознал пару жизненных мудростей. Во-первых, я стал заставлять себя ценить ту степень комфорта, которую уже имею, и научился удовлетворяться ей, а также находить что-то хорошее в, казалось бы, самой скверной ситуации и извлекать максимум полезности из безвыходных обстоятельств. Чуть назад, 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 аккуратно. Нет, стопор, стопор чуть-чуть вперед, прям капельку. Надо стопор. Вот, все, можно назад. Выморки убрать. На выморки. Готовимся, вставили. Вторую мудрость я уловил не благодаря этой ручной лебедке, а благодаря осмыслению русского девиза штандарта. Он звучит, как мечты, прекрасное воплощение. Красивый и сложный девиз. Его явно можно трактовать по-разному. Я его понимаю так. Ты можешь мечтать о какой-нибудь абстрактной великой глобальной цели, и по пути к ней не справишься. Перегоришь, растеряешь запал и не дойдешь. Это будет непрекрасно. А вот если ты мечтаешь достичь чего-то реального, то, скорее всего, ты осуществишь свой план. То есть, воплотишь свои мечты. А вот это уже прекрасно. Другими словами, просто мечтать о чем-то великом не круто. Круто выполнять свои мечты. Поэтому мечтай о том, к чему можешь прийти с наибольшей вероятностью. И начинай этот путь прямо сейчас. А если еще проще, то так. Мечтай в одну руку, а сри в другую. Потом проверишь, какая быстрее наполнится. В тот день я твердо решил, что весной куплю яхту. Ровно ту, на которую хватит денег. Я не хочу пахать еще 10 лет и положить на это последнее здоровье, чтобы потом пополнить ряды пенсионеров, живущих на хороших яхтах. Хорошо, все вместе. Валерий, ну мы верим в вашу жизнь нелегка. Включайте ребятки. Чтобы переосмыслить свое отношение к миру и разобраться в себе, кто-то карабкается в горы, кто-то едет во шрамы, кто-то идет в монастырь, кто-то неделю ломится сквозь джунгли, чтобы испить ауяску с шаманом. Все это такие маленькие школы жизни, как и штандарт. Он не просто развлекуха для туристов с кризисом среднего возраста. Он не просто живой корабль-музей, который знакомит нас с историческим ремеслом мореплавания. На самом деле, это уникальный квест по тюнингу мозга. Не уверен, что зрители могут это понять, просто поверьте. Многие не смогут ощутить это даже за неделю на штандарте, поэтому я твердо рекомендую записываться сразу на две, чтобы наверняка прочувствовать все это и прийти к каким-то своим иным выводам. Кажется, в этот день моя любовь к кораблю чуть-чуть ослабла, а его профессиональную команду я полюбил и зауважал сильно крепче. Конечно, на якорь корабль тогда вставал редко, но все равно их труд труден. Только сильной душой и телом смогут быть профессиональными моряками, особенно на историческом паруснике. Мы отдыхаем с чувством выполненного долга. Но отдыхать нам недолго. Теперь нужно подтянуть якорь и закрепить его обратно к борту. Этих кадров у меня нет, но где-то в недрах инстаграм-аккаунта фрегата «Штандарт» можно отыскать видео, на котором отважный Николай, захлестываемый волнами, крепит этот 250-килограммовый якорь. Бросили! 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 Все вокруг вонючей грязи со дна. Пока она не засохла, срочно нужно помыть цель, шпиль и палубу. Себя помоем на берегу. Насос подает забортную воду с хорошим напором. Это радует. Пусть все быстрее уже закончить и отдохнуть. Вот так вот 300 лет назад моряки на якорек вставали. Мораль. Цени свой блестящий электробрашпин. И, дружи, не давай системе навязывать тебе недостижимые цели, по пути к которым ты наверняка сломаешься. Живи в реальности и исполняй свои мечты. И они прекрасны воплощением. Спасибо, что досмотрели до конца. На сегодня все. Нажмите подписку и колокол, чтобы не пропустить новый эпизод, в котором красавец Штандарт пройдет рядом со знаменитым фортом Боярд, под парусами и с пушечными выстрелами, а затем войдет Ля Рошель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!